Итак, расскажем вам про открытые линии, онлайн-чат и бот-платформу. Ну, начнем, конечно, с самого интересного и вкусного – это открытые линии. Мы уже немножко с Юрой показали, что такое открытые линии и даже показали, как они работают. Но вообще, для чего они нужны, откуда возникла эта идея? Она как раз возникла частично с омниканальной СРМ, где мы объединяем все каналы. Открытые линии – это что-то похожее, но только они объединяют не каналы, а объединяют, вернее, каналы, но каналы именно коммуникации. То есть это социальные сети, мессенджеры, это то, куда клиент сегодня обращается к компании. И, собственно, сегодня мы уже объединяем в открытых линиях обращения с Фейсбука, с Телеграма, с ВКонтакта. Появились несколько новых у нас каналов, о которых мы сегодня расскажем. И Женя нам, думаю, расскажет, как вообще работают открытые линии. Работают открытые линии очень просто. Клиент пишет в любое удобное ему приложение, там Телеграм, ВКонтакте, онлайн-чат. Это сообщение поступает к нам в очередь, мы его обрабатываем по правилам очереди, находим ответственного и назначаем на него. Ну, собственно, вот такая простая схема, как происходит работа открытых линий. Ну, непосредственно само распределение сообщений происходит по правилам очереди. Если кто-то уже работал с нашей телефонии, то примерно представляет, как это работает. То есть можно указать менеджеров, которые будут отвечать за открытую линию. Это может быть один человек, это может быть несколько. И все обращения, которые будут поступать в эту открытую линию, будут автоматически распределяться по этим менеджерам. Существует несколько способов распределения обращений. Это может быть строго по очереди. Тогда все обращения в первую очередь будут приходить на первого, кто стоит у вас ответственным. и только если он занят, распределяться дальше на других ответственных в очереди. Либо равномерно. Равномерно означает, что каждое новое обращение будет приходить сначала на первого человека, следующее обращение на второе, на второго, на третьего и так далее. То есть равномерно распределяются по всем сотрудникам в очереди. Обратите внимание, когда сообщение назначилось на какого-то оператора, он может сделать выбор. Ответить, если это вопрос по его теме. Пропустить, тогда более компетентный сотрудник в очереди сможет ответить. Либо перенаправить на определенного человека, который он точно знает, что он сможет это сделать. Ну, конечно же, нужен контроль за всем этим общением. Так, немножко переключилась назад. Необходимо контролировать все общение менеджеров с вашими клиентами. В телефонии мы записываем все разговоры и складываем их в дело внутри СРМ. Как мы показывали, Юра звонил, это сохранилось в дело. Если в него зайти, то мы можем прослушать запись этого разговора. Конечно, ведется статистика по делам. Мы видели, что ведется статистика в портрете клиента. Для открытых линий это целый блок, который показывает сразу несколько данных. Ну, конечно, как менеджер может анализировать свою работу с клиентами, так руководитель может в любой момент войти и проанализировать, как его менеджеры работают с открытыми линиями и вообще взаимодействуют с клиентами. Ну, давайте детальнее посмотрим вообще настройки открытых линий, какие они есть и что можно там настроить. Ну, главное это назвать открытую линию. У вас может быть много проектов. Это, по сути, название проекта. Оно будет участвовать везде, в созданном чате, в лиде. Вам впоследствии будет легче работать с этим. Вы можете указать, необходимо ли работать с CRM или нет. Вы можете указать, кто будет отвечать на входящее обращение. Вы можете указать порядок распределения в очереди. Ну, дальше, конечно, очень важно указать настройки рабочего времени компании, для того, чтобы клиенты, обращаясь к вам, видели вообще сейчас, менеджер может ответить ему или нет. И если, например, клиент обращается в нерабочее время, то вы можете настроить, какой текст отправлять ему, то есть сообщить о том, что компания, например, в данный момент не работает, там, напишите нам позднее, либо мы ответим вам, как только освободимся, и так далее. То есть можно настроить целый ряд действий, что делать в открытых линиях в случае, если клиент обратился в нерабочее время. Катя, можно на два слайда? Назад пропустил важный момент. Еще один. Мы совсем недавно, пару дней назад поставили обновление нашим партнерам, и сегодня это обновление стало доступно всем. В открытых линиях смогут участвовать чат-боты. То есть принимать первую, так сказать, первую линию поддержки, оказывать вашим пользователям – это показать какое-то меню, что-то переспросить, уточнить, и только после этого переназначить на человека. Это вот последний пункт при первом вращении клиента – назначить на чат-бота. Я думаю, что в блоке про чат-ботов ты детально расскажешь, как же партнерам можно настроить. И, конечно, последний блок – это, собственно, сами каналы, которые вы подключаете к открытым линиям. У нас появились настройки онлайн-чата, мы выпустили это в несколько обновлений. То есть сначала была доступна публичная страница. Вы можете взять здесь ссылку, дать вашим клиентам, и они смогут общаться. В последнем обновлении сегодня был обновлен Bitrix24 и появилась выдача кода для ставки на сайт. Новый коннектор тоже появился относительно недавно. Это интеграция с Bitrix24 Network. Это очень интересный инструмент. Благодаря ему любые другие пользователи Bitrix24 смогут написать вам в открытую линию. Вы указываете название, краткое описание, приветствие, аватарку, чтобы лучше вас можно было найти. И после сохранения эта открытая линия будет доступна во всех Bitrix24. Благодаря этому инструменту вы сможете построить канал технической поддержки, например, неограниченный, если вы хотите поддерживать и находить новых лидов. Либо организовать закрытую поддержку и раздавать этот, допустим, код для того, чтобы какие-то определенные клиенты могли увидеть эту открытую линию и контактировать именно с вами. Ну, собственно, так будет выглядеть публичная страница. Если, например, вы взяли ссылку, опубликовали ее где-то в социальных сетях, либо просто отправили клиенту, то он сможет перейти на эту страничку и прямо здесь общаться с вами в режиме реального времени. Так выглядит онлайн-чат на сайте. Ну, мы, собственно, видели уже вживую, как это выглядит на мобильном телефоне. Так он будет выглядеть в большой версии в браузере. Это сначала иконка на сайте, и затем открывается вот такой полноценный чат, где клиент также сможет с вами коммуницировать. Причем, обратите внимание, он может вам написать прямо здесь, а может перейти с вами в другие каналы, которые подключены к вашей открытой линии. Например, в нашем случае был подключен Telegram и ВКонтакт. Клиент, кликая по этой иконке определенной соцсети, будет уходить сразу в открытую линию внутри этой соцсети и писать вам, собственно, там, если, например, ему удобнее общаться через ВКонтакт. Мы хотим вам показать, как работает Bittrex24 Network. Вы, допустим, уже создали открытую линию, подключили коннектор. Клиент заходит в мессенджер, в поиск, вбивает ваше название компании и попадает в бота. Пишет туда сообщение, и все эти сообщения транслируются в открытую линию на ваш портал. То есть до этого мы могли найти там человека в Bittrex24 Network и написать ему в другой Bittrex24. Теперь можно искать не только людей, а можно искать целые открытые линии. Собственно, так выглядят открытые линии. Они объединяют в себе все каналы коммуникаций, распределяют обращения с этих каналов автоматически по правилам очереди и дают возможность менеджерам сидеть в одном рабочем месте, то есть в одном Bittrex24, и получать обращения отовсюду и обрабатывать их в одном месте, не бегая по разным социальным сетям, мессенджерам и так далее. Помимо открытых линий, сегодня хотим представить вам кнопку на сайт. Все давно ждут. Это такой виджет, который вы можете установить на свой сайт, и сегодня он будет содержать не только открытые линии, но может содержать и онлайн-чат, и обратный звонок. Страничка готовится уже в разработке, в ближайшее время будет доступна всем клиентам. Выглядеть она будет примерно так, то есть вы заходите на страничку кнопка на сайт, здесь вы можете выбрать, что именно вы хотите показать в этой кнопке. Это может быть только онлайн-чат, либо вы можете подключить еще CRM-форму, либо подключить обратный звонок, или вообще сделать все три кнопки, доступные вашим клиентам, и разместить на сайте. На сайте эта кнопочка будет выглядеть вот так в развернутом виде, то есть клиент, заходя на ваш сайт, сможет выбрать удобный для себя способ коммуникации с вашими менеджерами. Может заказать обратный звонок, заполнить просто здесь форму, какую-то заявку, например, или написать вашим менеджерам прямо в чате. Ну и, собственно, блок такой более технический, это бот платформы Bitrix24. Доверю его Жене. Держи кликер. Спасибо. Сегодня я вам скажу немножко подробнее о чат-ботах, какие задачи он может решать прямо сейчас. Категории чат-ботов на самом деле очень много, и придумать нужно много-много-много. Я расскажу о тех категориях, которые есть сейчас в нашем каталоге приложений. Это персональные личные помощники, организация справочных систем, интеграция с разными сервисами, работа с открытыми линиями и другие. Давайте я подробнее на каждом из этих категорий остановлюсь. Персональный личный помощник. Марту вы, наверное, все знаете. Она помогает найти ответы про Bitrix24, она напоминает о встречах, о задачах. Мы стараемся ее улучшать, будем добавлять новые функции. Я думаю, она всем полезна. Но Марты нет на Западе. Для Запада мы создали отдельного бота. Ее зовут Мия. Она построена на базе чат-бота Митсука от PandoraBot. Это знаменитый бот, он занимает уже пятый год в подряд высшие места на чемпионатах по искусственному интеллекту. Это очень эмоциональный, очень интересный бот. Вы можете на самом деле его уже попробовать. Для этого вам нужно быть администратором на портале, зайти к Марте и написать вот такую команду. После этого она переключится на английский. Поболтайте. Нам кажется, это будет интересно. Обратно переключиться на русский, я так понимаю, можно набрав RU. Да, все верно. У нас есть и личные помощники от наших партнеров. Информатика и сервис создала чат-бота Мартина, который следит за задачами и каждые 30 минут напоминает либо ответственному либо постановщику, что задача как-то не двигается, либо наоборот она как решена, но надо какое-то принять решение. Поставьте, этот бот абсолютно бесплатен. Другая категория – это организация справочных систем. Примерами таких систем может быть наш бот проверка контрагентов. Это может быть чат-бот от нашего партнера B24.io, справочник по маркетингу. Там есть определенный набор статей, ссылки на определенные ресурсы, если вам интересно. Интеграция с веб-сервисами – это очень большая категория, потому что интегрироваться можно со всем. В нашем каталоге представлены совершенно разные боты по нужности и функциональности. Чат-бот «Замкадыш», который, наверное, многим нужен, чтобы узнать, сколько до МКАДа нужно доехать. Авиабот, который поможет вам найти авиабилеты на какое-то направление. Чат-бот «Валютник», который покажет текущий курс, если вы следите ежедневно за курсом «Валюта». Погодник, который подскажет, вы, например, собираетесь в Санкт-Петербург и не знаете, как одеться, зашли, написали, он вам ответил. Переводчик. Вы даете текст, он переводит на нужный вам язык. Там очень много языков. По-моему, это на базе Яндекса сделано. Чат-бот для распознавания изображений. Вы отправляете картинку боту, он ее получает, распознает и возвращает вам уже оцифрованный документ. Чат-бот для поиска. Некоторым, видимо, ценно время и заходить в браузер в Яндекс что-то искать долго. Вы можете чат-боту просто написать, и он вам даст топ-10 ответов на этот вопрос. Интеграция может быть не только вот такие, могут быть интеграции к какому-то вашему сервису. Вот компания Roystat выпустила бота, который помогает получить отчеты из этой системы. Для Украины у нас уже есть два бота. Эти два бота позволяют отслеживать почтовое отправление, посылки и знать о них статус. Также есть сервис по поиску работы, конвертеры валют для Республики Беларусь. У них сейчас была динаминация, и достаточно сложно понять, какие теперь суммы. Этот бот поможет в этом всем разобраться. Также у нас есть финансовая статистика контрагентов. Вы отправляете ИНН, и этот бот возвращает какие-то данные более расширенные, чем наш проект контрагента встроенная. Есть RSS-бот. Если вы скучаете по RSS, во многих браузерах его убрали, поэтому вы можете подключить чат-боту, и чат-бот будет вам об этом напоминать. Следующая категория – работа с сервисами Bitrix24. Про один из этих сервисов я уже говорил. Это чат-бот Martin. Он помогает отслеживать задачи. Это другой чат-бот от интернет-агентства Remark. В нем уже встроено порядка 12 разных отчетов по CRM. Вы можете со своего мобильного телефона зайти в этого чат-бота и попросить какой-то отчет. Он вам сформирует. Следующая категория – это решение специфических задач. Мы для нашей техподдержки внутри, для удобства сделали внутреннего чат-бота, который позволяет в режиме чата посмотреть, что происходит в тикете. Есть другое решение – генератор паролей. Всем нужны стойкие хорошие пароли. Вот теперь можно будет заходить в чат-бота, просить, он вам даст пароль, и через 30 секунд его удалит, чтобы кто-нибудь другой его не увидел. Следующая большая категория – это работа с открытыми линиями. Очень интересная категория. Вы можете создать чат-бота, который будет помогать вам в течение разговора, во время разговора, когда на какой-то вопрос вы затрудняетесь ответить, вы включаете скрытый режим, подключаете бота, что-то у него спрашиваете, отключаете бота и отправляете это клиенту. Другая категория чат-ботов для открытых линий – это аналог IVR. То есть это бот, который будет встречать клиента, задавать им какие-то наводящие вопросы, и к тому моменту, как подключится реальный человек-оператор, у него уже будут определенные данные. Ну и последняя категория – это разречения, какие-нибудь картиночки, анекдоты и прочее. Такое тоже присутствует в нашем каталоге. Возможности бот-платформы на данный момент у нас не уступают другим аналогам. У нас есть и богатое форматирование, и приложения, это богатые вставки, файлы, интеграция с открытыми линиями, клавиатуры, команды. В общем, полный набор для того, чтобы вы могли сделать функционального и нужного бота. Так как писать бота с нуля достаточно интересно, вы, конечно, можете зайти в документацию, у нас хорошая документация есть, но проще взять пример, модифицировать его и получить на выходе какой-то продукт. Мы подготовили двух ботов. Первый – это эхо-бот. Он на самом деле просто показывает возможности платформы и повторяет за вами. И второй бот – это чат-бот для открытых линий. На базе этого бота вы сможете построить IVR для открытых линий, создать многоуровневое меню, с которым пользователь будет работать до того, как это обращение уйдет на оператора. Это полнофункциональный бот. В нем вы найдете уже готовый класс для работы с меню. То есть вам не придется меню придумывать самим. Там много действий. Это перевод на другого человека в очереди. Это завершение диалога, если вдруг бот посчитает, что может быть это спам, и надо до оператора вообще не доводить. Можно будет перевести на какого-то определенного сотрудника, тем самым построить какую-то многоуровневую поддержку, пока у нас нет нескольких уровней открытых линий. Ну и, соответственно, выполнить какую-то резкоманду. Соответственно, бот может сразу завести контакт или какое-то еще сделать действие. Все это вы уже можете сейчас скачать. Это доступно по вот этой ссылке, которая указана на экране. Открытые линии мы вам немножко вначале показывали, как они работают. Человек находит, начинает работать, писать ему. Все это построено на базе ботов. То есть вы видите возможности бота в принципе очень многогранно. Помимо всего этого мы реализовали в открытых линиях поддержку Bitrix24 Network. Это очень интересный новый инструмент для вас. Вы сможете поддерживать своих, если вы партнер, поддерживать своих клиентов. Вы можете создать закрытую поддержку и выдавать код только вашим нужным клиентам. Либо создать приложение Marketplace, либо оно у вас уже есть, которое автоматически подкручит эту линию на портал клиента. И клиенту не придется вас очень долго искать. Но это еще не все. Мы планируем, что мы сможем устанавливать открытую линию вашу партнерскую на портал клиента при их регистрации. Это откроет достаточно интересные новые возможности. О вот этой автоматической регистрации по партнерской программе вы можете найти Наталью Грихи, она сегодня в зале, и поговорить детально. Каталог JAT-ботов в данный момент у нас 25 ботов. Не очень много, но на самом деле не пусто. Каждый может найти что-нибудь для себя. Поэтому мы призываем наших партнеров развивать это направление. Нам кажется оно достаточно перспективным. У нас есть большой учебный курс. Вы, наверное, с ним знакомы, если вы уже работали с ботами. Он доступен по этой короткой ссылке. Мы его поддерживаем всегда в актуальном состоянии. Как только выходит новая возможность, мы сразу же его обновляем. Сейчас у нас появилась API для открытых линий. Вы уже можете посмотреть, как с этим работать в этой документации. Кроме этого, доступны всегда примеры. Мы стараемся делать примеры, чтобы вы брали и могли с этим работать. Я немножко быстрее, конечно, закончу. Но, тем не менее, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!